Всем доброе утро! Итак, сегодняшний день должны привезти мне холодильник. Буду находиться в ожидании. Хорошо бы, конечно, привезли где-то среди дня. Потому что хотелось бы его сегодня и помыть. Но не знаю, как получится, не будем загадывать. Что сегодня по плану? Пока, наверное, не было звонка, потому что должны позвонить за час до доставки. Надеюсь, даже если позвонят, тут недалеко, хотела добежать до магазина. Завтра 1 сентября. Надо купить цветочки Полинке в школу. Нам нужно для двух учителей, потому что обычная школа и музыкальная. И туда, и туда. Так что, наверное, побегу сейчас. Даже если позвонить, тут идти до магазина 10-15 минут. Успеем вернуться. Вот. Ну, всё, побежала. Буду держать вас в курсе. Так, ну вот, привезли нам холодильник. Это вот пенопласт. Он был в него упакован. Рядом стоит этот старый холодильник. Вынесли его пока в коридор временно, чтобы занести тот новый. Вот. Пока и продукты стоят в старом холодильнике. Вернее, не стоят, а лежат. Давайте посмотрим, как выглядит. Вот видите, даже дверь сняли, потому что, чтобы как следует прошёл холодильник. Вот. И, кстати, не зря сняли. Всё, думали снимать, не снимать. Всё-таки решили снять. Его вот прям только-только установили. Надо сейчас его мыть. Сказали, 4 часа должен быть открытый. Ну, вот так он выглядит. Понятно, сейчас я его ещё не устанавливала. Пока поставили, как поставили. Потому что, ещё раз повторюсь, его надо помыть и снаружи, и внутри. Вот. Просто распаковали. И вот пока временно он так стоит. Показываю вам просто внешний вид. Вот. Как он выглядит. Ну, вот сейчас вот чуть-чуть торчит в коридоре тот старый холодильник, да? Вот, посмотрите, какая разница. Купила я его выше. Высота у него 203 сантиметра. Мой предыдущий был ниже. И тот мой чисто белый, а этот написано беж. Но когда привезли, я думала, что он белый. Думала, что-то перепутали. Но нет, он такой, видите, прям. Ну, беж, он тоже разный бывает цвет, да? Но всё равно ближе к белому. Не знаю. Я думала, что ближе, вот видите, к моему гарнитуру будет что-то. Но всё равно отличается. Ближе всё равно к белому цвету. Вот что значит не ходить в магазин, не видеть цвет. Он такой тоже приятный цвет. Белый. Белый тоже кипельный, белый вроде не хочется уже. Но это такой, конечно, ближе к белому. Вот. Такой цвет бежевый, он в любую кухню, конечно, впишется. Ну, как вы видите, он двухкамерный. Давайте посмотрим, как он внутри выглядит. Ну, а с другой стороны, думаю, может посветлее лучше. Не так темно будет в кухне. Потому что всё-таки у меня северная сторона, эта кухня. Солнца здесь вообще никогда не бывает. Только дневной свет. Поэтому хочется больше света. Если был бы как гарнитур, да, тёмный, может было бы всё вообще темнее. Ну, не знаю. Вот такой, как есть. Хотелось бы, конечно, ближе как по цвету гарнитуру. Ну, теперь какой есть. Ладно, что ж теперь делать. Ручки тут сбоку, видите. Дверцы можно перевешивать, в принципе. Пять полок здесь. Полки выдвижные. Можно по-своему их поставить. Один ящик. На дверце четыре полки. Пока в розетку я его не включаю. Потому что сказали, что четыре часа должен стоять открытый, не включённый. Пока выдерживаем это условие. Потом вам попозже покажу, как он горит. Какое тут освещение внутри. Пока просто пустой вам показываю. Ну, вот смотрите, как выдвигаются полки. Вот таким образом. Так они называются. Выдвижные полки. Сделаны с целью, знаете, с какой? Например, как я смотрела некоторые обзоры, да, говорили. Что-то у вас там далеко стоит, чтобы было проще достать. Обычно мы как, да, вот стоит у нас полка. И у нас что-то далеко стоит возле стены, да. Мы прежде чем достать что-то сзади, мы спереди вытаскиваем и ставим на стол. Например, в кухне. Чтобы облегчить себе участь, можно выдвинуть и достать то, что сзади стоит. Ну, не знаю. Посмотрим, как это всё будет выглядеть. Вот такой ящик здесь. Vita Fresh. Овощи, фрукты хранить. Это контейнер для льда. Вот такой ребристый. Достаточно глубокий ящик. Большой. Ну и сама морозилка. Кстати, и холодильная камера, и морозильная камера всё, но Frost. Ну и здесь, как вы видите, три ящика тоже. Два вот таких больших ящика, и один поменьше. Вот видите, такой поменьше чуть-чуть. Ну вот, обычный стандартный холодильник. Единственное, что он просто повыше. Ну вот, такие цветочки купила. В этом году всё-таки шестой класс. Розочки каждому учителю подарим. Думаю, вполне прилично. Досмотрю, все уже в таких постарших классах по одной розочке дарят. В принципе, нормально. Даже в том году ещё ему букет дарили. Но в том году как бы пятый класс, уже новый классный руководитель. Букет. Не помню, правда, какой. Это уже надо смотреть по фотографии. Очень рада, что привезли рано холодильник. Так что есть время помыть его. Снаружи я его уже протёрла. Осталось помыть внутри с моющим средством. И вытереть насухо. Ещё планирую передвинуть вот этот шкаф сюда поближе. Потому что, видите, он получается как в глубине. Не очень красиво смотрится. Но это, наверное, я займусь не сегодня. Потому что всё выгружать надо из этого шкафа. Там очень много посуды, кастрюли, чашки и так далее. Внизу два больших ящика. Это, наверное, другим днём я займусь. Холодильник, конечно, пока включать не буду. Говорю, помою. Сейчас внутри будет стоять. Пока вот в коридоре стоит, буду пользоваться им. Сейчас просто некогда. Сейчас вот начало сентября. Завтра идти в музыкальную тоже на собрание. Так что по-быстренькому сейчас это сделаю. А в течение недели, наверное, займусь этим шкафом. И заодно тогда, раз уже всё вытащу. Давно тоже мечтала заняться организацией этого шкафа. Наверное, я это и осуществлю. Как говорится, по ходу. Вас буду держать в курсе. Обязательно всё вам покажу. Побывала в фикс-прайсе и купила покупки для кухни. Давайте посмотрим, что же приобрела. Как вы видите, купила вот такие два контейнера. Для специй они называются. Но у меня уже такие есть корзинки для специй. Я, знаете, что планирую. Может быть, вот в новый холодильник куда-то их приспособить поставить. Пока не знаю. Как говорится, было бы что ставить. А место мы найдём. Купила именно вот такие прозрачные. Ближе к белому цвету. По крайней мере, со всем сочетаются. 55 рублей. Так, что тут ещё купила? Батарейки тоже в хозяйстве всегда нужны. Так, что купила? Вот это, кстати, не из фикс-прайса, дорогие мои. Но это для кухни товар. Это я была в магазине. Да, привезли вот такую антискользящую салфетку. Кстати, у меня такая же есть, но из Икеи. Я её ещё и не использовала. Но почему купила ещё вот эту? Так как теперь вот новый холодильник. Я хочу постелить и в холодильник попробовать эту плёнку. Вот. А Икеевская тоже мне пригодится. Я просто думаю, что мне на всё не хватит. Я и в шкафы хотела постелить. Вот и в холодильник. Поэтому ещё прикупила вот эту салфетку. Так. Ну и вот эти баночки. Всё-таки я подумала-подумала. Да, это я вам показывала, что вот покупала таких две. Уже, конечно, выбора у нас нету. Выбрать нечего. Хотела две купить ещё. Но вот эти крышки, да, они, конечно, их надо смотреть. Местами бывает, что вот уже здесь либо поломаны. Вот видите, всё равно она немножко загнутая. Вот. Но уже выбрал самую лучшую. Там ещё оставались самые худшие уже крышки. Ну, купила. Вроде закрывает хорошо, плотно. Поэтому всё-таки купила. Теперь получается у меня три маленьких баночки. Но хотела четыре. И купила вот такие средние банки. Тоже уже выбор остался не очень большой. Большие всё-таки я как-то не захотела. Потому что, ну, места, места, места мало на кухне. Некуда их ставить. И что я сюда планирую вот насыпать вот в эти банки. Знаете, что может сухофрукты, вот курага, изюм, да, вот что-то такое. Ну, а там походу посмотрю. А сейчас покажу, как я использовала вот эти маленькие баночки, что я туда насыпала. Давайте покажу. Смотрите, как классно смотрится. Здесь у меня это отруби овсяные. Добавляю в кашу. Ну, в принципе, можно добавлять куда хотите. И в кефир, и в напитки. Но я пока в кашу добавляю. А в эту баночку поместила семена льна. Вот. Так что вот так вот смотрится. Сюда пока не знаю, что насыплю, но придумаю. Вот. И смотрите, как аккуратно смотрится. И очень красиво в прозрачных банках. В принципе, я думаю, сюда особо не надо писать, да. Обычно, если были бы ровные банки, можно было бы сделать наклеечки, да. Что именно здесь насыпано. Но я думаю, они и так прозрачные. Если у вас с памятью всё хорошо, и вы и так поймёте, что здесь насыпано. Вот. Ну, такие покупочки. Их немного, но действительно нужно, я считаю. И очень красиво смотрится. Очень. Буду искать место на кухне, куда же их поставить. И те, и те. Ну, это мне всё предстоит впереди, когда буду организовывать свои шкафы на кухне. И те, и те, и те. Такие полочки уже передвигала, пока планировала. Но это не окончательный результат. Будет окончательный результат сама организация. Это уже потом, когда буду всё перекладывать из старого холодильника в этот новый. Обязательно тоже вам покажу и расскажу. Сейчас здесь помою ящик внутри с моющим средством. И, наверное, пойду ополаскивать в ванну. Потому что всё-таки он большой. Так как следует его промыть. Намыть его удобнее моющим средством здесь, на столе, как-то устойчивее. Спасибо. 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 Первый раз в шестой класс. Вот построили здесь площадку с тренажёрами возле школы. Такие мощные. Наверное, вы тоже будете заниматься, Полина. Как ты думаешь, будете на этих тренажёрах заниматься? Наверное, даже мощнее, чем там у нас на улице лавочку поставили, чтобы сидеть. Ну, видишь, какие. Наверное, тоже будете заниматься. Наверное, какие-нибудь нормативы сдавать будете тут. Ну, может, не сейчас, а постарше, когда в классах будете. Знаете, сколько народу-то? Вот те линейки нету. А что столько народу-то? Сколько времени-то? Давай посмотрим. Сколько времени-то? Ну-ка, посмотри, сколько времени. Половина, Полина. Снимает скритая камера. Так, половина, Полина. Снимает скритая камера. Где? А-а-а. Сиди-иди. Здравствуйте. С первого сентября. Спасибо. Будем удачны. Надеемся, что год будет. Ну, да. Без всяких эксцессов. Да. Ну, ладно, уже шестой класс. Середина. Середина. Уже взрослые вообще. На, вы поголодели. Там держать. Спасибо. Ну, ладно, счастливо. Ну, ладно. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok